В сегодняшней аудио статье вы узнаете, как вырастить плющи семян. Плющ считается довольно-таки базовым растением для декорирования сада, огорода и фасадов домов. Он имеет отличное свойство разрастаться на 20-30 метров, а его лазящая функция отлично помогает с расположением и руководством направления роста. Вы можете создавать не только простые украшения, но и весьма интересные композиции, и если душа пожелает, целые ландшафтные инсталляции. Что касается его возможности лазить, то это обуславливается тем, что растение имеет воздушные корни, которые помогают ему цепляться за здание. Как же вырастить плющ? Время для посадки плюща вне зависимости от метода приходится на весенний период. Что касается места, то предпочтительней, конечно, обратить внимание на место в полутени, чтобы под палящими лучами плющ не выгорал и не выцветал. Почву необходимо подготавливать посадки с помощью гумуса и извести, напитывать полезными веществами. Также она должна постоянно быть влажной, при сыхании непоправимо вредно для плюща. В подготовленную для посадки почву помещают семена. Их можно предварительно обработать раствором для стимуляции роста, а можно и просто в плодородный грудь поместить. Делается небольшая ямка, забрасывается зернышко, затем покрывается сверху грунтом и поливается. Для активного роста можно подкормить землю водорастворимым удобрением, например, азотным. Такой вариант подкормки можно повторять ежегодно, весной, как раз перед периодом размножения. Для посаженных семян важно, чтобы в зимний период почва не перемерзала. Если выпадает достаточное количество снега, и земля плотно укрытна белым одеялом, то в таких условиях семена, вероятнее всего, не перемерзнут. А если зима холодная и не снежная, то подумайте насчет варианта утепления почвы. Возможно, можно создать парниковый эффект благодаря полиэтиленовой пленке или покрыть плотным брезентом. Вода не должна застаиваться, чтобы не образовывался лед, но и ее отсутствие пагубно скажется на семенах. Что касается уже проросшего растения, то условия зимовки аналогичны. Не следует оставлять открытыми все части плюща, потому что те, что под снегом, перезимуют. А вот та часть, что поползла по зданию, может от морозов погибнуть. После преодоления этого мучительного периода снова наступает весна и то время, когда можно опрыскивать растения, поливать, однако не заливать, подкармливать и радоваться его развитию. Обычно плющ растет очень быстро, особенно если климатическая ситуация в регионе способствует этому. Чтобы в дальнейшем плющи нет потерял своей декоративной красоты, советуется прищипывать концы растения. Поскольку площадь растения значительная и охватить все участки будет сложно, иногда на плюще могут заводиться вредители. Конечно, говорят, что это происходит крайне редко, но все же лишним не будет просматривать и проверять листочки растения на наличие щитового, паутиного клеща или трипсов, чтобы потом незамедлительно устранить их. Все эти методы и помогут вырастить плющ из семян.